Итак, тематическая статистика, как видно, тематическая статистика, как видно, тематическая статистика. Объема M из генеральной совокупности X. Давайте. X. И назовем... А, так, подождите-ка, выборкой объема N из генеральной совокупности X. И назовем такой набор Zn, равный X1 и так далее Xn. Где Xкаты независимые, одинаково распределенные случайные величины с таким же распределением, таким же распределением, как и распределение случайной величины X. Вот это выборка, понятие выборки из генеральной совокупности. Вот выборка описывает процесс наблюдений. Представим, что нам нужно наблюдать случайную X. Тогда как нам описать N из генеральной случайной величины? Вот с помощью выборки надо взять N случайных величин, которые распределены так же, как и X. И тогда эти N величин будут моделировать процесс наблюдения X. N наблюдений, все наблюдения независимые. Поэтому выборка из генеральной совокупности предназначена для описания модели наблюдений. А что такое генеральная совокупность? Ну вот, это понятие, оно вводится с... Вот у вас есть население России, да? Сколько там миллионов человек. Вот, это все генеральная совокупность. Вы оттуда выбираете N человек. Так, вот получается выборка. Но вот генеральная совокупность... Здесь вот имеется в виду некая случайная величина. Да, случайная величина. И выбирают N ее реализации. Можно какой-то пример вот насчет того, что вот эти вот частные векторы, которые X, 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 K, T, они имеют такой... Могут не иметь такого же распределения, как X? Ну, если не имеют. Ну, типа вот X, там, какое-нибудь, например, нормальное, а они какие-нибудь другие, равномерные, например. Тогда это не выборка. Ну, как бы такое же может быть? Можно как-то примером проиллюстрировать? Плохо понятно, как такое может быть? Нет. Что имеется в виду? У вас есть, вот, у вас есть какая-то, что называется, генеральная совокупность. Так? У нее есть какое-то распределение. Ну, нормальное, например. И тогда выборку надо тоже брать из нормального. А не мог быть другими. Ну, в смысле, ну, мы так определяем. Если мы хотим выборку из нормального распределения, то надо и все эти величины, величины брать нормальными. Какой пример? Ну, вот, пример. Вот у вас хотите брать величины равномерные? Берете выборку Zn, вот, Z3, например, да? КСИ-1, КСИ-2, КСИ-3. Тогда все КСИ-1, КСИ-2, КСИ-3 должны быть равномерными и независимыми. Тогда это выборка из равномерного закона распределения. Понятно? Ну, касательно терминологии. Вот такую вот выборку еще называют однородной или повторной выборкой. Или повторная выборка. А моделирует процесс наблюдения одной случайной причины. Но вообще выборкой иногда называют набор n просто независимых случайных величин. КСИ-1 и так далее. КСИ-n, КСИ-каты, независимые случайные величины. Значит, выборка иногда называют просто набор независимых случайных величин. Одинаково распределенных? Не, не обязательно, не обязательно. Вот здесь вот видите, выборка из равномерного совокупности. Она же однородная или повторная выборка. Это вот когда одинаково распределенная. Если спрос независимо, то иногда это называют выборкой объема n. Требования одинаковой распределенности здесь выбирают. Ну вот, выборка как процесс наблюдения. Так, вот тут важно понять ключевой момент, как мы описываем наблюдение. Наблюдение описывается с помощью выборки, с помощью набора независимых случайных величин. Ну, может быть, одинаково распределенных, если однородная выборка. Может быть, не одинаково распределенных. Так. 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 Спасибо. Следующее понятие, ключевое понятие математической статистики, это понятие параметрической модели. Мы будем говорить, что задана параметрическая модель, если распределение выборки известно с точностью до некоторого параметра. То есть, давайте я вот так определю. Говорят, что задана параметрическая модель. Если Ксикатая распределена согласно Функция распределения f от х тета, но при этом истинное значение тета неизвестно. То есть, что это значит? Что здесь задано, а что здесь не задано? Значит, что существует тета, принадлежащая множеству тета большое, такое, что f нулевое от х тета. f нулевое от х тета равняется f от х тета, где f нулевое от х, это функция распределения случайной вичины ксикаты. А f это некоторое семейство. Значит, некоторое семейство функции распределения. f0 это неизвестная функция распределения случайной вичины, а тета это неизвестный параметр. Вот это большое множество неизвестных параметров. А f0 почему? Ну, f0 это некая неизвестная функция распределения случайной вичины ксик. Почему? Почему 0? А почему не 0? Ну, обозначить так просто. f это некоторое семейство функции распределения, f это функция распределения ксикатова. Ну, давайте я лучше, может, не ксикатую, а кси-1. Кси-1 имею в виду, что кси-1 это однородная выборка. Ну, давайте для простоты я понятие параметрической модели сформулирую для однородной выборки. То есть у них все одинаковые распределения, но оно точно неизвестно. Ну, вот как пример. Здесь, может, немножко не ясно, но пример такой. Кси-1 распределена, например, по закону Бернулия с параметром тета. То есть мы знаем, что распределение Бернулия, но параметром тета не знаем. Там, например, кси-1 распределена равномерно на отрезке от тета-1 до тета-2. Не знаем границу отрезка. Кси-1 же нормально с параметрами 0, тета-квадрат. Вот знаем массажное, но не знаем дисперсию. Ну, вот это вот все примеры параметрических моделей. Вот то, с чем мы будем иметь дело в этом курсе. А какой индекс у кси? Это все кси-1, да? Ну, везде кси-1, да. Если выборка однородная, то можно говорить о рынке кси-1. Но если не однородная, то тут надо задавать распределение всей выборки. Ну, у нас пока будут однородные выборки. Они однородные, они где-то там лежат в конце курса появятся. Следующее определение. Статистикой. Будем называть измеримую функцию выборки. Измеримая функция выборки. Ну, то есть, фи-n от z-n. То есть, вот некоторая функция, фи-n от x1 и так далее, xn. А кси у нас это же просто случайная величина? Это не вектор? Или может быть вектор? Ну, вообще может быть и вектор, но пока все-таки мы, в первую очередь, не случайные величины будем иметь в виду. Обычно случайные величины имеют в виду, да. Ну, бывает и векторные наблюдения, почему бы и нет. А можно примеры? Ну, вот же примеры. Жизненные в смысле. Для понимания. ОК. Окей, да вот, смотрите, вот вы измеряете рост людей, да. Вот вы 100 человек поймали, так, у вас получилось 100 случайных величин. Там, кси-1 и так далее, кси-100. Где кси-ката рост катого пойманного. А дальше, это вот пример параметрической модели. Ну, не пример выборки, да. Вот 100 человек измеряете, да, получаете 100 случайных величин. И они все одинаково распределены, потому что, ну, вы же там не отдаёте предпочтение при вовле там что-то определённо, да, то есть вот сначала кого-то поймали, потом другого поймали. У них, в принципе, одинаковое распределение, у первого и у второго. Ну, дальше можем рассмотреть параметрическую модель. Вот в виде там, ну, не знаю, вот, кси-1 распределена нормально с параметрами тет-1 и тет-2. То есть, вы знаете, что, ну, откуда предполагается, что нормальное распределение, но не знаете какие параметры, не знаете какой средний рост, какой дисперсии роста. Вот пример параметрической модели. Статистика. Статистика, конечно, функция выборки. Но, скажите, ну, вы можете взять среднее значение. Вот это статистика, да. Можно взять максимальное значение, тоже статистика. А тут все примеры статистики. Статистика. 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 Определение параметрической модели. Оценкой параметра тет-2 называется. Ну, называется произвольная статистика, принимающая значение в множестве тет-2. Вот такая, что тет-2-н с крышкой принадлежит множеству тет-2 большому всегда. Да, при любой реализации выборки, значение оценки оказывается в множестве допустимых значений неизвестного параметра. Можно сказать, что там наверху написано? Там мелкий шрифт. Значит, параметрическая модель оценкой тет-2 называется тет-2-н с крышкой. Значит, оценки мы будем в основном крышкой обозначать. Оценка параметра тет-2-н с крышкой. Это объем выборки, по которому производится оценка. Мы определили статистику, просто некий такой алгоритм обработки наблюдений. Оценкой называем произвольную статистику. Вот берем как-то, обработали данные, да, получили некий результат. Называем это оценкой. Ну, а это вот то, что на экзамене будет происходить. А FN от Z какого? Там что-то плохо видно. От ZN-ного. Выборки ZN. Значит, вот что на экзамене будет происходить, я буду вас оценивать. На основании чего? На основании выборки. Вот выборка – это ваш ответ на вопрос. Вот я задаю там три вопроса, да, получаю выборку объема N. Значит, будет три ответа. А дальше я эти данные как-то обрабатываю. Обрабатывать можно по-разному. Да, можно взять и всем пятерки поставить. Ну, тоже как алгоритм оценивания. Можно придумать какую-нибудь странную систему оценивания. Можно тем, кто не ответил ни на один вопрос поставить пятерку, а тем, кто на все ответил поставить двойку. Ну, тоже алгоритм оценивания своего рода, да. Ну, вот. По этому надо ввести некие вот характеристики оценок. Значит, давайте сейчас мы определим некоторые свойства оценок. Первое свойство оценки называется несмещённостью. Несмещённость. Несмещённость. Ну, оценку называют несмещённой, если её математическое ожидание совпадает с точным значением. Если математическое ожидание совпадает с точным значением, такую оценку называют несмещённой. То есть, в среднем оценивается правильно. А у нас вот эта оценка – это то же самое, ну, не то же самое, есть статистика, да? Да, произвольную статистику, да. Ну, правда, здесь, смотрите, если оценка, мы, кстати, требуем, чтобы её значения были во множестве тэта, да. Какая-то конкретная, да? А множество тэта? Тэта – это множество несместных параметров, да. Например, если вы вероятность оцениваете хорошо, было бы, чтобы оценка была в пределах от нуля до одного. А каких параметров? Неизвестных. Неизвестных. Ну, вот, смотрите, ну, вот у вас полиетрическая модель, помните, как мы там модель водили? Т1 распределена норма… А, нет, нормально. Вот по закону вернули с параметром тэта, да? Ну, что здесь множество тэта-то большое? Отрезок от нуля до одного, да? Это же вероятность, вероятность успеха, да? Ну, соответственно, вот неплохо было бы, если вы оцениваете тэта, то значение тэта должно быть в пределах от нуля до одного. А вот дальше свойства оценки. Первое свойство оценки – несмещённость. То есть, ну, в среднем правильно оценивается. Ну, это тоже так себе свойство, потому что что при этом получается, да? Вот, скажем, точная вероятность равна одной второй. А вы её оцениваете то нулём, то единицей. Ну, в среднем правильно получается. Как-то маловато, да? Поэтому вводятся другие ещё свойства. Следующее свойство – это свойство состоятельности. Состоятельность. Значит, следующее, что оценка стремится по вероятности к точному значению при объёме выборки, стремящейся к бесконечности. Это свойство состоятельности оценки. Следующее свойство называется сильной состоятельностью. А это когда есть сходимость, но уже не по вероятности, а почти наверное. Это свойство сильной состоятельности. Состоятельность. Четвёртое свойство – это свойство состоятельности в среднеквадратическом. Ск состоятельность. А можно вот вопрос насчёт семантики слова состоятельность? Откуда вообще, почему состоятельность? Что такое состоятельность? Что такое состоятельность? Способность что-то делать? Здесь речь о способности правильно оценивать. Как я понимаю. Состоятельность – это та, которая способна хорошо оценивать в том смысле, что при увеличении объёма выборки она становится более точной и точной. Так. Ну ладно. Это значит свойство состоятельности, смещённости. Смотрите. Смотрите. Иногда бывают оценки, которые сами по себе смещённые, но асимтотически не смещённые. Асимтотическая не смещённость – это когда математическое ожидание θ n с крышкой не равно θ, а стремиться к θ. То есть не смещённое при больших значениях n. То есть асимтотической не смещённости. Что это слойство? Свойство асимтотической нормальности. Это когда существует посредственность а n-ная, такая, что а n-ная на θ n с крышкой минус θ сходится по распределению, в нормальном случае нить на величине… Ну давайте, да. В нормальной величине… Давайте я назову х, имеющий нормальное распределение с параметой 0, ну и какая-то дисперсива. Вот такая асимтотическая нормальность. Ну, как правило, обычно, а n оказывается равно корню из n. Это в силу центральной предельной теоремы. Обычно оказывается, что если на корню из n умножить, то будет асимтотическая нормальность оценки. Ну и седьмое свойство, мы о нём в нашем курсе поговорим попозже поподробнее, это эффективность. Значит, оценку будем называть эффективной, если, во-первых, оценка несмещенная, а во-вторых, дисперсия этой оценки минимальна в классе всех несмещенных оценок. Для любой другой несмещенной оценки. Оценку называем эффективной, если её дисперсия минимальна в классе всех несмещенных оценок. Ну, то есть, как сравнивать две несмещенные оценки? Какая из них лучше? Для того, который меньше разброс. Поэтому эту оценку с минимальной дисперсией будем называть эффективной оценкой. Мы про эффективность ещё с вами поговорим попозже, уже не сегодня. А вот там вот, что за слова «любое», «любое кто»? Для любого тетен с волной. Для тетен с волной другая несмещенная оценка. А, вот это несмещенное написано? Это слово. Всё, это несмещенное, это несмещенное. То есть, оценка обладающая наименьшей дисперсией в классе всех несмещенных оценок. Ну, вот это вот свойство оценки. Сейчас вот теперь давайте уже о примерах. Начнём с оценивания вероятности. Итак, оценивание вероятности. Ну, итак, пусть есть некоторое случайное событие, вероятность которого хотите оценить. И вы можете провести n опытов по наблюдению. Ну, как известно, вероятность хорошо оценится через частоту. Да, Паль, давайте через… А, ну, давайте как-нибудь я посещал параметрическую модель введу. Значит, смотрите, можно ввести случайные величины. Ксикаты равны единичке, если в катом опыте произошло событие А и ноль иначе, если не произошло. Значит, единичка, если произошло и ноль, если не произошло. Вот, тогда что получается? У Ксикатова будет расприятие Берноли с параметром тетта. И как раз тетта есть вероятность события А. Тетта – это вероятность неизвестного события А. Ну, как оценить это? Ну, проще всего оценить как частоту. Ну, что такое частота будет? Не знаю. Сумма пока от одного до н. Ксикатая. Правильно? Значит, вот сколько будет единичек, сколько раз мы их просумерим. А это мы вводили уже как средневыборочное. Поэтому ксиен с чертой обозначаем. Ну, вот так вот можно оценить частоту. Видите, взяли какую статистику? Средневыборочное взяли, все сложили, поделили. Вот такая статистика. С помощью нее будем оценивать частоту. Вероятность будем оценивать. Ну, а давайте свойства этой оценки обсудим. Так. Первое. Математическое ожидание. Теттен с крышкой. Видите, здесь средневыборочное. Она будет совпадать с мотоожданием первой компонента. А это тетта. Но, следовательно, эта оценка не смещенная. Далее. Давайте вспомним... А, нет, мы не помним. Вчера я не разбираюсь, да. А, ну ладно, сейчас вот как раз. Значит, тетта n с крышкой. Это же среднее. Вспоминаем закон больших чисел. Это сходится почти, наверное, к математическому ожиданию кси1. То есть, к тетта. Но, так как дисперсия кси1, это есть тетта на 1 минус тетта, но важно, что это меньше бесконечности. Дисперсия конечная, значит, по закону больших чисел в форме Колмогорова имеет место сходимость почти, наверное, к тетта. А, так подождите, зачем? Там же... А, там только мат ожидания требуется, да. Значит, даже так лишний комментарий. Это из закона больших чисел Колмогорова следует. Значит, закон больших чисел Колмогорова следует, что эта оценка сильно состоятельная. Третья. Почему мы сначала тету определили как вероятность, а потом перешли к мат ожидания? Ну, вот там написали тетта – это вероятность, а потом тетта – это мат ожидания. Ну, мат ожидания кси1. Закон вернули, это же вот. У нас кси1. Два значения – 0,1. 1 с вероятностью тетта, 0 с вероятностью 1 минус тетта. Ну, значит, мат ожидания кси1 – тетта. Так. Мы как частоту определили. Вот у нас такая оценка для ценз-крышки, вот определяется как частота. Значит, мы берем мат ожидания частоты и получаем, что это есть вероятность. Ну, а почему мат ожидания кси1? Ну, давайте я еще подробнее напишу. Вот здесь вот что будет. 1 на n. Здесь будет сумма по кат 1 до n. Мат ожидания кси катах. А мат ожидания не всех тетта. Значит, получаем n тетта делить на n тетта. Так, понятно. Но также есть сходимости в среднепвадратическом. Тоже мат ожидания тетта 1 равняется тетта. А вот тут именно потому, что дисперсия кси1 равняется тетта на 1 минус тетта меньше бесконечности. Так. Четвертая. Ну, из третьего и второго следует, что иметь место сходимости по вероятности. Пятая. Так. И смещенность, состоятельность. Ну, вот. Вот такая последность. Сходимость по распределению случайно чне х, имеющий нормальное распределение с параметами 0, а здесь тетта на 1 минус тетта. То есть эта оценка еще и асинтетически нормальная. Частота это не смещенная, сильно состоятельная, СК состоятельная, синтетически нормальная оценка вероятности. Так, все тут понятно. А что вот там в параметрах у n? А, 0, ну и дисперсия. Вот она, тетта на 1 минус тетта. Это дисперсия. А там все тетта или что? Там просто точки какие-то не видно. Ну, вот она, дисперсия. Вот она. А, понятно. Значит, первый параметр 0 на каждой дисперсии, вот она. Это модуль, что ли? Нет. Нет, там модуль. Ну, дисперсия, дисперсия. Какая дисперсия? Слушай, закон вернули. Дисперсия тетта на 1 минус тетта. Вернули это биномиальное, да? Так, что говорите? Нет. Вернули это биномиальное же? Нет, вернули это вот как вот это. Вот вернули. Два значения 0,1. Ну, вернули это биномиальное с параметром. Вот еще такое. Вернули с параметром тетта то же самое, что биномиальное с параметром 1 тетта. То есть, когда один опыт. То есть, вот что мы выясняли, что частота это во всех смыслах хорошая оценка вероятности. Ну, далее. Оценивание функции распределения. Давайте распределение берем оценивать. И, вот, так. До свидания. Так. 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 Оценивание функции распределения. Опять же, пусть n равна e1 и так далее, xn. Но возникает вопрос, как оценить функцию распределения. Пусть выбор когда однородный. Как оценить функцию распределения случайничной кси, но равной f1? Вероятность того, что кси1 не превосходит x малого. Вот это функция распределения. Так, здесь вероятность. А вероятность как оценивается? Как частота. Давайте частотой оценивать. Ну и давайте определим. Определение. Выборочные функции распределения. Выборочные функции распределения. Так, назовем функцию, определяемую следующим образом. fn с крышкой от x равная частоте такого события. Ну, можно так написать. W, n. А, ну или... Ну, давайте лучше не так выписать. m от x, деленное на n. Где m от x? Это количество реализации выборки. Таких, что... Кси ка-та меньше или равеннее, чем x. А, ну, то есть вот оценили частоту этого события. Частоту этого события. И назвали вот такой объект выборочной функцией распределения. Значит, количество реализации выборки... Ну, или элементов выборки, да? Количество реализации... Ну, просто... Количество реализации таких, что кси ка-та меньше или равняется x. Ну, это же частота. Значит, она обладает всеми свойствами частоты. Можем свойства перечислить. Первое. Мотиватическое ожидание. fn с крышкой от x равняется f от x. Далее. fn с крышкой от x с кольцом почти на верных f от x. Третье. fn от x сходится в среднем квадратическом к f от x. Четвертое. Ну, значит, кстати, отсюда следует, что и к вероятности сходится. Корень n степени из fn от x минус f от x сходится по распределению, в случае, в начале x, имеющей нормальное распределение. Значит, я перепишу. с параметрами 0, а тут будет f от x на 1 минус f от x. Видите, все те же самые свойства частоты мы перечислили. Все свойства частоты мы перечислили. А вот это вот корень из n, а это почему-то он равен a, как мы раньше писали. В законе больших тисел что-то там... Центральная предельная теорема, там же корень из n был. Да, но что такое, почему он равен a тогда? Ну, центральная предельная теорема о чем? И там вот xi n с крышкой минус m на сигму, умноженное на корень из n, сходится к стандартному нормальному закону, да? Ага. Ну, а вот у нас, вот он, вот корень из n, вот он есть. А это же как раз и есть средневыборочное, да? Но сигма, правда, сигма я вот сюда перенес. То есть вот отсюда сюда мы перенесли сигму. Вот там вот у нас выше была a, n-ная. Ну да, a, n-ная. Ну вот поэтому a, n-ная и выбирать по корень из n. Вот что такое a, n-ная? Ну, a, n-ная некая терминерная последствия, корень из n в данном случае. Там сказано, что существует a, n-ная, что сходится по расстоянию к нормальному. И в качестве это a, n-ная как раз берут обычно корень из n, потому что вот он в центральной предельной теореме есть. А, то есть там вообще тета не фигурирует вообще, получается, да? Вот это, вот это, оно вот здесь вот сидит. Оно туда будет сидеть в дисперсии, да? Ну да, оно может сидеть в дисперсии. Там я написал, что в дисперсии не может быть тета. Ну да, тета может быть в дисперсии, допускается. А вот слева тета, конечно, нельзя размещать. Точнее можно, вот оно тета, да? Вот здесь можно, а вот тут не стоит. Хотя, в принципе, можно определить, что и последствия зависит от тета, но ладно, это... Вот, это вот свойство. Свойство, это самая функция распределения. Давайте я сейчас еще одно свойство запишу. Без доказательства. Некоторое, надо на нем сидеть. Но свойство полезное. Это доказать теорема Гливенко-Кантелли. Гливенко-Кантелли. Они в один год эту теорию мы доказали, независимо друг от друга. Утверждает следующее. Супрэмом по всем иксам от разности функции распределения и выборочной функции распределения стремится почти, наверное, к нулю, и, конечно, иначе, к бесконечности. То есть, видите, это сырая сильная состоятельность. Но не просто в каждой точке сильная состоятельность, а равномерная сильная состоятельность у всем иксам. То есть, в правом разности между точным значением выборочной функции распределения и выборочным значением стремится к нулю. То есть, результат известный как теорема Гливенко-Кантелли. Но, я, наверное, все-таки опущу это доказательство. Не буду мне сейчас тратить время. Может, потом и все останетесь, и там мы не увернемся. Так, хорошо. Давайте следующее. Следующее важное понятие – это вариационный ряд выборки. Итак, значит, пусть есть выборка. ЗТН, XT1 и так далее, XTN. Выборка. Так, но когда уже наблюдения проведены, у вас имеется реализация выборки. Значит, вот пусть X1 и так далее, XTN – это реализация выборки. Так, теперь давайте элементы, вот эти реализации расположим в порядке возрастания. А именно, вот мы их перенумеруем. И новый индекс обозначим скобками. Значит, расположили элементы выборки в порядке возрастания. Такие реализации. Больше конкретные числа. Ну, а дальше давайте статистику. Кси-катая, такую, что для любой реализации, кси-катая совпадает с X-катом, назовем катой порядковой статистикой. Такое, что? Такое, что? Значит, называется катая порядковая статистика. Кси-катая порядковая статистика. Ну, кси-1 еще называют. Что там после значка любой? Там что за слово? Реализации. Для любой реализации. То есть, вот у нас реализации. Для любой реализации, кси-катая совпадает с X-катом. Ну вот, кси-1 и кси-n называют минимальной и максимальной порядковой статистикой. А обе их называют еще экстремальными статистиками. Кси-катая совпадает с X-катом. Вариационный ряд выборки. Вариационный ряд выборки. Вариационный ряд выборки. Собственно говоря, вот это впоследствии называют вариационным рядом. Ну, то есть, получается вот такой вот набор статистик. Кси-1 меньше или равняется, чем кси-2. Меньше или равняется, чем кси-n. Вот он есть, эволюционный ряд выборки. А реализация-то получается то, что мы реально получили, да? Да, 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 да. Ну, например, вот кси-1 минимальная статистика. Еще может быть как найдено. Надо просто взять минимум. ОК от 1 до Н всех кси-катах. Да, то есть, вот измерили, вот взяли там 100 человек, рост померили, взяли самого маленького. Вот минимальная статистика. Видите, получается, величина случайная. Каждый раз она будет совпадать с разной случайной величиной. Она всегда совпадает с минимальной. С той величиной, которая принимает минимальное значение. И они будут распределены одинаково, да? Статистики порядковые? Угу. Нет, конечно. Нет. Нет, а вот сейчас про распределение статистик давайте пару слов мы и скажем. Так. Итак. Ну, давайте считать, что выборка однородная. Пусть ЗТН однородная выборка. То есть, все кси-энные одинаково распределены. Ну, и через f от х обозначим вероятность того, что кси 1 меньше вероятности, чем х. И через f от х обозначим функцию распределения кси кт. Ну, вот интересно найти кси-энные от х. Это что такое? Это вероятность того, что кси-энные меньше или вероятности, чем х. Но кси-энные – это же максимум. То есть, что это? Если это значит максимум, меньше или вероятность х. То есть, вероятность того, что кси-энные меньше или равняется х. Ну, давайте, может, я еще раз напишу, что это максимум. Максимум одного. Нх. Ну, максимум меньше х. Это значит, что каждый меньше х. То есть, кси-эн меньше, чем х и так далее. Кси-эн меньше, чем х. Но они же независимы, это выборка. Значит, вероятность произведения из произведения вероятности. Кси-эн меньше или равняется х. И так далее. Вероятность того, что кси-эн меньше или равняется х. Это функция распределения f от х. И они все одинаковые. Получаем f от х в степени n. А, то есть, выборка – это обязательно независимая величина, да? Да, конечно. Если зависимая, то это не выборка. Нет. Ой, так что я написал? fN, а не кси-эн, да? fN. Ну, а теперь f первая от х. А вот эти вот маленькие n и маленькие k – это типа индексы такие? Почему в скобочках? Ну, вы сейчас написали, а единичку такой в скобочках? Ну, просто мы такого изначения не видели. Мы же порядковые статистики обозначили вот так вот. в сервере – это максимум, да? Сфункцию распределения тоже так скобочками обозначим. А это вероятность чего? Это вероятность того, что кси-1 меньше либо равен х, и тут проще все, конечно, пройти к противоположному. Ну, кси-1 – это минимум, да? Вероятность того, что минимум кси-катых меньше либо равен х, это единица минус вероятность того, что минимум кси-катых больше, чем х. Ну, а минимум больше, чем х, значит, что все больше, чем х. Минус вероятность того, что кси-1 больше, чем х, и так далее, кси-н больше, чем х. Ну, опять же, в силу независимости, здесь получается так – 1 минус 1 fx в степени m. Да, это распределение минимальной статистики. Видите, разное распределение максимальной и минимальной статистики. А почему в степени m? Ну, вот здесь, то же самое здесь. Они независимы, значит, вероятность президента. А, вероятность, понятно, да. Конечно, что, то есть то же самое, да? Так, вот. Понимаете, однородные выборки. Ну, и fk-t от x. О, а что, подождите, от этого, в смысле? Чего? А, единицы, ну, плюс f, да? Ну, да. Ну, с этого просто f. Не, здесь сразу же хоть через поле полу часовой. А, все, понятно, да. А вот fk-t от x. Будет вот такой ответ. Сумма по l от 1 от k до m. c из n по l. Так, сейчас, лучше сейчас соображим, как правильно написать. Так, fk-t от x следует из формулы Bernoulli. Вот такая вот формула будет. Давайте вот эту формулу оставим в качестве упражнения. Размышляйте, так сказать, насчет этой формулы. Ставим ее на самостоятельную. Вот, это понятие порядковых статистик. Так, ну, давайте дальше, значит, оценивание моментов случайной. А вот мы там записали, после перемножения вероятности, мы записали f в степени n. Это у нас получается f1 умножить на f2, f3, или как это? Почему? А почему? А почему вот просто fx? Фриктовая, у нас же вероятность по всем, это же вектор, да? Фонусе распределения, это вот как раз вот вероятность того, что f1 меньше x, f2 меньше x, и это все как бы одни скобочки. Нет. Это будет, а, кси у нас вектор же, да, получается здесь? Нет, это не вектор, кси, это скаляр. Вот так вот, силу независимости, да? Да. Но это же f от x, и это f от x. Да, вот я просто думаю, что f от x, это вот это вот то, что первое было написано, то есть равно не f от x у нас, а просто f от x. Да, глядите, они же перемножаются. Ну, f от x, это что такое? Да, ну то есть из-за того, что у нас не вектор. Просто если бы кси-1, кси-2 были бы элементы вектора, то, наверное, да. Нет, да. Понятно, да. Понятно. Вот у нас что такое, кси-2, например, да? Это максимум из кси-1 и кси-2. А вот тут получается, вот это и степь 2. Ну, понятно, да? Вроде да. Так, моменты будем оценивать. Давайте я наполню. ню-р-т. Ню-р-т. Р-т-момент. Это есть математическое ожидание. Кси-3. Вот, р-т-й начальный момент, да? С другой стороны, это что такое? Это есть интеграл х в степени r df от х. А, это вот теоретический момент. А, это, как он называется? Начальный момент случайной личной кси порядка r. Да, r-теначальный момент. Момент r порядка r. Подадим определение. Выборочным начальным моментом. Назовем ню-р-т с крышечкой от n. равный. Ну, а здесь мы говорим, что сделаем. Мы вместо f возьмем ступенчатую функцию. Выборочную функцию распределения. Ну, и в принципе, здесь получится следующее. Это то же самое, что сумма ок от 1 до n кси ката в степени r умножить на а, еще это определить на n. В принципе, вот так можно вычислять первой начальной моменты. А как еще раз вот эта вот штука f, n с крышкой называется? Выборочная функция распределения. Ага, ага. Ну, она ступенчатая функция всегда оказывается, да? Всего определения. Ступенчатая в смысле. Какой дискретный, что ли? Да, дискретный, да. Причем у меня скачки все кратные единицы на n. Да, вот такие скачки у меня. Ну, тут может быть скачок единицы на n, да? Икс единицы на n. А вот тут может быть, может быть, например, 3 на n, да? То есть все кратные единицы на n, все скачки. Ну, а раз она ступенчатая, то и вот получается, что интеграл прибега стилтьеса будет именно вот так. вот это выборочный начальный момент. Так. Ну, давайте порядка r, r натуральная здесь. Значит, ну, заметим, что первый начальный момент есть не что-либо, как выборочное среднее. Первый начальный момент есть выборочное среднее. Так. Ну, и мы выборочный начальный момент считаем как оценку теоретического начального момента. Давайте слойство этой оценки сейчас обговорим. Первое. Мы найдем математическое ожидание первого начального момента. Это что такое будет? Матожидание 1 на n сумма по k от 1 до n кси ката кси ката к степени r 1 на n выносится. Тут будет сумма по k от 1 до n матожидание кси ката к степени r или же если у нас выборка однородная. Ну, давайте мы считаем, что у нас здесь выборка однородная. Надо куда-нибудь туда писать, да? Давайте сюда пишу. кси z n равное кси 1 и так далее кси n однородная выборка. У всех одинаковое распределение. Тогда здесь получается будет m на матожидании кси 1 в степени r поделить на r. Это есть матожидание кси 1 в степени r. Отсюда следует, что выборочный момент является не смещённой оценкой момента. Значит, оценка не смещённая. Далее. Проверим сильную состоятельность единицы на n сумма пока от 1 до n кси кт в степени r. Смотрите, это же среднее значение, да? Значит, оно почти, наверное, сходится к математическому ожиданию кси 1 в степени r в силу закона больших чисел в форме Чебышева, в форме Клмогорова. третья. Третья. Давайте найдём дисперсию. ню rt с крышкой от n это дисперсия вот эта личность дисперсия единицы на n сумма. А получается второе свойство, оно как-то связано с первым? Понятно, что второе это же сходится к своему матожиданию, а вот матожидание вот этого, то есть как в чём различие? здесь матожидание найдено. Это свойство несмещенности. Ожидание совпадает с точным значением. А второе свойство это сходимости. Это свойство с отсильной состоятельности, что если мы n будем увеличивать, то вот это значение будет всё ближе и ближе к матожиданию. Это же разные вещи. Здесь записано матожидание вот этого равняется. Матожидание выбора человека совпадает с теоретическим моментом. А второе это сходимости. То есть первое говорит о том, что в среднем правильно, а второе говорит о том, что асимптотически правильно, что при увеличении будет иметь место сходимость привлечения в дом выбора будет иметь место сходимость. То есть в первом случае это для каждого n-ого можно посчитать матожидание, а во втором, когда n увеличивается, то мы тоже найдем матожидание. мы его не найдем. Это матожидание. Если мы много раз опыт проводить, то в среднем у нас будет иметь место сходимость к матожиданию. А это просто в среднем. То есть получается два варианта найти матожидание. Первое это по определению, а второе это увеличивая n. Вот здесь вы не найдете матожидание, потому что вы не знаете момент. У вас есть только выбор к моменту. Мы теоретически показали, что матожидание совпадает с точным значением. А найти у вас не получится уже. Это неизвестная величина. А мы показали, что матожидание оцените и совпадает с этой неизвестной величиной. А, все понятно. То есть это как раз есть тоже n. То есть первое свойство состоятельности в среднем праве второе свойство сильной состоятельности. Несмещенности сильной состоятельности. Теперь дисперсия КТ в степени r. Константу в квадрате выносим. Здесь будет сумма пока от 1 до n. Дисперсия КТ в степени r. r на n квадрат. А тут будет n, но они одинаковые же. И каждая дисперсия будет матожидание квадрата КТ в степени 2r минус квадрат матожидания. Матожидание КТ или первое здесь уже можно писать. Первого в степени r и все это в степени r. То есть получается ню 2r минус ню r квадрат Вот тут не путайте r и квадрат они немножко похожи получаются. Вещи разные. Так поделить на n. Вот. Такая вот дисперсия. И отсюда четвертое свойство. Если ню 2r меньше бесконечности то математическое ожидание ню r с крышкой минус ню r в квадрате ну а это же есть дисперсия да? Дисперсия ню r с крышкой стремится стремится ну r с крышкой от n здесь да? Стремится к нулю при n стремящей бесконечности. Значит это оценка ск состоятельная если вот существует момент порядка 2r что там там к нулю стремится при n бесконечности да? да вот оно к нулю стремится да это свойство ск состоятельности состоятельности в среднем квадратическом а вот эти вот все оценки что что мы сейчас находим это формально получаются тоже статистики да? да статистики да то есть начальные моменты тоже у нас статистики и функция распределения тоже статистика статистики вот статистики да вот эти вот вот статистика например да это все статистики да так понятно? ну и асинтетическую нормальность давайте опять же мы с вами здесь вот корень n-ой степени умножить на ню rt с крышечкой от n минус ню rt сходится по распределению случайно x имеющий нормальное распределение с параметрами 0 и вот этот вот а нет и вот вот оно да ню 2 r минус ню r квадрат вот асинтетическая нормальность там делить на n же да да где тут да вот сюда его здесь корень стоп как это ну как ну вот если дисперсию вычислить это же с квадратом будет n вот это сократится поэтому нажать на корень за вот вот эта последность ну и дисперсия вот это чего будет равна вот она будет в силу того то здесь то здесь будет сходимость константе если вот не умножать то будет сходимость нулю в силу вот слои сто два к тому умножаем наверное мы получаем нормальное распределение можно какие-то границы оценивать так понятно а ну вроде просто уже несколько раз замечала что вот этот перенос справа слева где вот этот переход не всегда очевидно наверное проговаривать все-таки ну наверное да да ну то есть ну откуда берется вот если мы уберем вот это дисперсия вот здесь будет единица на n так а если умножаем на n то как дисперсию вычислить ну вот константа с квадратом n и вот это n сократится так вот это свойства выборочных начальных моментов отсюда кстати что следует что выборочное среднее является не смещённой сильно состоятельной не смещённой сильно состоятельной асимпетически нормальной оценкой математического ожидания давайте мы это зафиксируем следствие всего этого выборочное среднее не смещённая сильно состоятельная так оценка не смещённая сильно состоятельная оценка математического ожидания математического ожидания да выборочная это получается первый начальный момент то есть средняя выборочная в смысле да подождите эртый начальный момент он же ну оценка эртого начального момента это же тоже не смещённая сильно состоятельная ну да это прямое следствие средняя не смещённая сильно состоятельная оценка математического ожидания да а вот если а если существует дисперсия кси1 ну или что то же самое математического отождания кси1 квадрата это эквивалентные вещи то то кси1 скрышка ещё и ск состоятельная и асимтотически нормальная оценка математического ожидания кси1 вот вот там под скобочками существование второго начального момента да 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 ну вот вот мы с вами определили сегодня обсудили как оценивать частоту как оценивать вероятность как оценивать функцию распределения как оценивать начальные моменты в следующий раз начнём с оценок центральных моментов выясним как оценивать дисперсию это тоже интересная тема так так что вопроса вопросы есть но они по предыдущим лекциям для уточнения просто так личные вопросы давайте давайте запись останавливая оценивать